Мы когда смотрим на красивую картинку, мы смотрим на так называемый идеал. Он сейчас такой, через пять лет он будет другой. Если я каждый раз буду бежать за вот этой картинкой, я каждые пять лет себе буду что-то переделывать, а я на самом деле-то довольная буду в итоге. Фрейд вообще считал, что вся культура есть репрессия. И даже есть такое понятие как биокультурного парадокса, когда культура заставляет вас действовать каким-то образом, и этот образ, он претит вашей биологии. Все, что вы видите в журналах, это все пост-продакшн. Люди, которые там изображены, они не такие в жизни. Расставить акценты на изгибах тела, груди, талии и бедер, скрыть лишнее в области живота, подтянуть фигуру. Судьбу нашего силуэта определяет то, что ближе к телу. Минималистичное и повседневное, роскошное кружевное или спортивное, скромно незаметное. Современную жизнь женщины трудно представить без богатого ситуативного ассортимента нижнего белья. Однако вплоть до 19 века люди жили без привычных для нас бюстгальтеров и трусов, нося на себе куда более сложные конструкции. По мере того, как жизнь человечества становилась все более динамичной и комфортной, упрощалась и менялась и сподняя, а с ним и сексуальная культура. В России с 2000-х годов уже начинается именно популяризация секса. ВИЧ наших технологий, что слишком много лжи и информации. Поэтому многие люди, не подкованные в это, могут легко прийти в сеть, начать искать информацию и в итоге наткнуться на еще более закоренелые стереотипы. Мало кто задумывается, что именно белье – фундамент нашего образа, а еще отражение стереотипов мышления и жизненных установок, представлений о морали, приличиях, гигиене, сексуальности и красоте. Меняется мир, меняемся мы, меняется то, что на нас надето. Культурологи знают, глубокие исторические процессы затрагивают человечество в буквальном смысле до трусов. Это увеличение больших городов, переезд населения из сельской местности в города, промышленная революция. Это события, связанные с женской эмансипацией, это события, связанные с драматичными процессами, такими как революция и войны. Это все будет влиять на то, как будет выглядеть белье. Каким образом строятся наши отношения с самой интимной частью гардероба? Какова ее роль в нашей повседневности? Как корсеты, панталоны, чулки и сорочки становятся маркерами изменений, происходящих в обществе? Как они влияют на наше отношение к телу и что они могут рассказать о своих хозяйках? Когда одевается какой-то красивый комплект, в глазах появляется огонь, дерзость, кокетство. Хочется играть с этим миром и хочется показать, что вот она я, и я прекрасна. В древнем мире понятия «нижнее белье» вообще не существовало. Люди носили набедренные и нагрудные повязки, которые были основными предметами гардероба. До нас дошли изображения на римских мозаиках, где видны женщины, одетые в нечто, напоминающее современное бикини. Однако назначение у этой одежды иное – спортивная форма для состязаний. Частично функции белья выполняла туника, поверх нее могли надеть тогу или плащ. Древние бюстгальтеры представляли собой полоски ткани, туго перевязывающие грудь. В эпоху Средневековья появляется предмет гардероба, который стал культовым. Мода на него сохранялась несколько веков. Скрывающий несовершенство талии, подчеркивающий красоту бедер, корсет ознаменовал приход новой модной эпохи. За время своего существования он разные коннотации приобретал. Корсет представлял собой инструмент дисциплинирующий. Он позволял женщине сохранять благородную осанку. А осанка – это ведь труд в культуре, особенно эпохи просвещения, где труд над личностью был обязательной программой. То есть это было время, эпоха просвещения, когда вы всегда ковали себя как личность, вы воспитывали. Местом изобретения корсета считают Испанию и Францию. По одной из версий Екатерина Медичи сделала его элементом придворной моды. Красавицам того времени не позавидуешь. Первые корсеты изготавливались из металла. Такая нательная конструкция выглядела устрашающе и напоминала рыцарские панцири. Современному человеку подобные вещи показались бы скорее орудием пыток. Мы привыкли к хлопку, к натуральным тканям, но в принципе белье, оно все выполнено из натурального материала. Даже внутри, где поролон, то там все выстилается хлопком. Прокладка идет хлопковая. На трусиках также идет везде хлопковая ластовица. Многие поколения женщин стягивали грудь тесными корсетами с металлическими пластинами и шнурками из китового уса. Носили корсеты даже во время беременности. Они, конечно же, отличались от обычных и шнуровали их не так туго. Считалось, что это поддерживает спину, нагрузка на которую постоянно увеличивалась. В какой-то момент корсеты надевали даже на детей, чтобы сформировать правильную осанку. Кроме того, это был дополнительный слой одежды, способствующий сохранению тепла. Корсетной участи не избежали даже мужчины. Корсеты получают распространение свое в кавалерии. Потому что, когда вы находитесь в седле длительное время, то ваш позвоночник страдает. И корсет являлся таким экзоскелетом практически. Потом обнаружилось, что корсет, он формирует очень изысканный силуэт. Они стали обязательной программой для Дэнди 19 века. За все время своего существования корсет прошел путь от предмета, который контролировал женское тело, до символа эмансипации. Он то исчезал на долгие годы, то триумфально возвращался, уже с учетом нового контекста, однако никогда не переставал фетишизироваться. Сейчас это именно элемент эстетического наслаждения. То есть его можно носить не только на голое тело, подтягивая себя как только можно, но и сверх рубашки, платья. То есть сейчас корсет – это больше аксессуар, который подчеркивает, завершает образ, дает ему изюминку, либо перчинку. Впрочем, эта красота точно требовала жертв. Например, из-за чрезмерных стараний при затягивании корсета могли деформироваться внутренние органы. Однако назвать его чудовищным изобретением, ужавшим права и природную красоту женщин, все-таки нельзя. Иначе корсет не задержался бы в истории на столь продолжительное время. Частные случаи тяжелого вреда для здоровья на совести фанатов экстремального стягивания талии. Без сомнения, корсет вредил здоровью, потому что он уменьшал дыхательный объем, особенно в нижней части легких. Тогда было огромное количество туберкулеза, потому что не умели с ним бороться. И мы сейчас не знаем, что было основной причиной проблем со здоровьем. Общая среда или ношение корсета. Возможно, корсет вносил какую-то долю в возникновение этих заболеваний, но решающим фактором он не являлся. В начале 19 века панталоны, подобие которых мужчины носят еще со времен Средневековья, вошли и в женский гардероб. Причем первые женские штанишки шились с открытым внутренним швом. Длина панталон менялась. Сначала они доходили до щиколоток, затем становились все короче, и только потом превратились в известные нам трусы. Если вы сейчас говорите, она не носит трусики, это прям какая-то такая пикантная характеристика. А когда-то был период, когда говорили, она носит трусики. Она привлекает внимание к этой интимной части тела. Они были не шивные по среднему шву, и иногда надевались отдельно и привязывались к поясу. Корсет не позволял вам совершить какие-то гигиенические манипуляции. Как вы будете с корсетом? Не было же еще очень важно принять его внимание, резинок не было. Первые резинки появляются в 20-е годы 20 века. До этого не было. Все привязывалось на веревки. И вот у вас возникла какая-то нужда, большая или малая, и вы... Тут и день к концу. К отказу от многих женских штучек, Корсетов в том числе привела Первая мировая война. Женщинам пришлось заменять мужчин, ушедших на фронт в тылу, и выполнять всю тяжелую работу. Так появляется бюстгальтер. По мнению психологов, нижнее белье отражает отношение к телесности. Оно может много рассказать о нашем характере. Есть люди, выбирающие исключительно красивое нижнее белье, которое может быть в том числе неудобным. И в таком случае мы будем понимать, что человек такой может выбирать и даже дискомфортные условия жизни для себя. Главное, чтобы это было красиво, чтобы красивая картинка была, чтобы это создавало какой-то антураж. Впрочем, пока далеко не всем легко не то, что подобрать красивый комплект белья, а просто зайти в интим-бутик, где можно увидеть откровенное белье и другие товары. Все сильно привязано к географии. То есть, например, если взять Москву или Питер, там люди более раскрепощенные, открыто, они легко заходят в подобные магазины, легко общаются с нами консультантами и точно уже знают, чего они хотят. У нас, к сожалению, в отдаленных регионах России процент все еще не язык людей, которые бы с легкостью переступили порог такого магазина. Но, к счастью, процент ежегодно растет. Кроме того, белье – своего рода некий элемент защиты от внешнего мира, нескромных взглядов и жесткой одежды. А еще оно позволяет создать архитектуру своего тела. В конце 20 века из-за увеличения количества производителей нижнего белья, разнообразия моделей, а также отсутствия единой размерной линейки, появилась услуга по подбору правильного бюстгальтера – брофитинг. Когда-то процесс выбора нижнего белья вызывал у Екатерины стеснение и страх. Это и стало стимулом к открытию своей студии брофитинга. Основная проблема женщин, которые обращаются за помощью, это боли. То есть мы испытываем боль от ношения бюстгальтера в целом. Боли у нас идут на спину, на плечи, это головная боль, позвоночник у нас страдает. Впервые данная услуга появилась на рынке США и Англии еще в 1950-х годах. Сейчас она набирает популярность и в России. В Москве и Санкт-Петербурге открываются крупные брофитинг-студии, где можно подобрать белье для любой фигуры. Сфотографироваться в нижнем белье значит в какой-то степени обнажить свои внутренние страхи, встретиться с ними один на один. Мы беспокоимся о морщинах, лишнем весе, ровности кожи, как будто обязаны быть идеальными, чтобы нравиться себе. Потому что мир вокруг нас по-прежнему культивирует классические представления о красоте. Татьяна – фотохудожник. Примерно 30% от общего числа ее заказов – это снимки в белье. Когда я спрашиваю, а для чего, то есть половина ответов уходит для молодого человека, допустим, это сделать профессиональные снимки. И второй момент, я думаю, даже это может быть 50 на 50 тоже, это для поднятия самооценки. Но тут на плечи фотографа ложится огромная ответственность, то есть люди-то разные приходят. За себя, да, за себя. Так, выше подбородок. Смотри на кого-нибудь туда, в ту сторону. Я всегда была открытым человеком максимально, то есть, как мама говорит, без комплексов девочка. Тем более сейчас татуировками увлеклась очень плотно. И почему бы не показать себя, так скажем. Глубокие психологические проблемы фотосессия не устранит. Однако хорошо сидящее эстетичное нижнее белье и работа художника могут подкрепить уже зреющие внутренние перемены. Это своего рода новое конструирование своего образа и личности. Что-то за этот час я получила и почувствовала себя. Почувствовала себя женственной, красивой, сексуальной, в белье или без него. Приняла свое тело. Если вот за этот час такое может произойти, то почему в моей, в принципе, обычной жизни такого может не быть? Оно ведь может быть. Есть люди, которые действительно через месяц идут разводиться с мужем-абьюзером, вторая начинает диссертацию писать, третья переезжает в другой город, потому что это именно вот та история, толчок, шлепок под попу, что люди начинают на себя по-другому смотреть. По данным исследований разных лет, больше 70% женщин не знают свой правильный размер бюстгальтера. Открытый диалог становится невозможным, пока люди стесняются говорить об этом, а их смущение поддерживается разными табу. Нередко желание выделяться приводит к тому, что здоровье приносят в жертву эстетики или желанию нравиться. Впрочем, эксперты считают, мнение, что представления о женской красоте долгие годы были сформированы исключительно мужскими вкусами, не совсем отражает реалии культурных процессов. Когда говорят, это мужчины заставляли женщин надевать корсеты, есть огромное количество текстов, где мужчины говорят, пожалуйста, не надо. Они сейчас говорят это, пожалуйста, не надо. Вот это вот все. Они говорят, можно просто естественный, обычный человек дома. Но женщины хотели бы повысить свой репродуктивный успех и успешнее конкурировать. Между тем, проблемы в выборе белья возникают у женщин самой разной комплекции, несмотря на то, что бытует мнение, что с этим сталкиваются только обладательница слишком пышной груди. Фиаско в примерочной часто становится основой для комплексов и переживаний по поводу гипотетических несовершенств. Непринятие своего тела приводит к тому, что я отвергаю очень важную часть себя, по сути, свою базовую настройку. И что получается? По всем сферам деятельности я себя не принимаю и пытаюсь везде где-то что-то доказать. Это и карьерные истории, это истории построения взаимоотношений. То есть если я не принимаю себя, я могу постоянно сомневаться в партнере. А еще я могу постоянно его пилить с тем, что «а докажи, что ты меня любишь, и мне всегда будет недостаточно». Эксперты выделяют несколько основных правил при подборе бюстгальтера, который в идеале не должен ощущаться в течение дня. Тогда он будет не только правильно поддерживать грудь, но и делать фигуру более подтянутой. Пояс должен сидеть плотно, он должен не передавливать и не перемещаться вместе с нами. Чашку нужно подбирать по размеру, то есть чтобы понять, насколько правильно подобрана чашка, нужно грудь уложить. Далее мы проверяем перемычку. Это центральная часть бюстгальтера, которая располагается между грудью, и она должна плотно прилегать к нашей грудине. Здоровье груди зависит в том числе и от бюстгальтера. Однако знания о том, как устроено в частности женское тело после школьного курса анатомии, в обществе не популяризируются. У нас, допустим, даже в школах говорят о алкоголе, курении, а вот именно о здоровье, о груди не говорят. У нас даже в стране не говорят о раке груди, так каковом, но эта болезнь есть, и она, в принципе, никуда не делась. Тема интимной гигиены тоже остается табуированной во многих странах мира. Все это показатель того, что телесность и все, что ее окружает, от физиологии до одежды, по-прежнему оказывается чем-то стыдным, неподобающим и неуместным для обсуждения в приличном обществе. Том самым, где до сих пор реклама прокладок воспринимается едва ли не как манифест феминизма. Очень часто спрашивают, как женщины в критические дни обходились с расшитым этим панталом. У них пояс был специальный. Еще, у них не было столько критических дней, сколько у современных женщин. Да, они позднее поспевали, и они многие, как только они поспевали, они сразу оказывались в положении детородном. Запретность темы физиологии становится причиной для внутренних конфликтов, которые не позволяют открыто обсуждать темы сексуальности. Однако за последние годы рынок белья сильно изменился. На это повлияли тренды на бодипозитив и экологичность. Формованные чашки уступили место мягким топам из переработанных материалов, и даже кружевное белье теперь в первую очередь должно быть удобным. Есть такой момент, что можно взять какой-то крутой сексуальный лифт, и он не будет вам впиваться, вы не будете идти вся скрюченная, а у вас будет именно чувство уверенности за счет того, что вы в роскошном белье, хотя даже посверх вас может быть какой-то объемный свитер или растянутая футболка. Современное понимание сексуальности подразумевает в первую очередь свободу личности и здоровья. Объективация тела уходит в прошлое. Уже устали от этих пушапов, устали от дополнительного объема, и хочется чего-то легкого. Но у многих есть понятие, что мягкая чашка, допустим, не держит большую грудь. Хотя это не так. То есть сейчас производители настолько шагнули вперед, что мягкая чашка даже из тонкой сетки она будет очень классно поддерживать и создавать форму груди. Несмотря на разнообразие белья в масс-маркете, в последние годы становятся популярны изделия локальных брендов. Таких производителей чаще всего клиенты находят сами, через социальные сети, а они, в свою очередь, гордятся каждым новым созданным комплектом, шьют по индивидуальным меркам, учитывая пожелания покупателя и, как правило, держат с ним обратную связь. Секрет продаж прост. Каждому человеку хочется почувствовать себя исключительным. Ирина увлеклась созданием белья, когда поняла, что в сетевых магазинах часто встречаются товары, которые быстро теряют внешний вид и форму. Было недостаточно каких-то ярких принтов, моделей, ну и чтобы именно подходило под твой размер, потому что часто бывает несоответствие параметров. Например, низ может быть размер М, а верх XS. И то есть подобрать что-то комплектом тяжело. Сначала было белье из сетки, а потом уже начала шить именно из хлопкового трикотажа. Оно гораздо приятнее к телу. Локальность бренда не ограничивает его потенциал. Покупатели могут заказать белье онлайн из любого города России. Аудитория таких производителей – те, для кого в приоритете комфорт, уникальность, качество. Открытость и искренность позволяют установить тесную эмоциональную связь с покупателем. Бизнес теперь активно продвигает идею больше опираться на свои собственные ощущения, чем на общепринятые стандарты красоты. Впрочем, эту мысль некоторые тоже понимают по-своему, резко отвергают любые желания корректировки внешности и связывают уход за собой с чем-то неестественным, навязанным социумом явлением. Таким образом, само понятие бодипозитива, суть которого – принятие любых форм и особенностей тела, искажается. В итоге за многими лозунгами этого движения начинает скрываться такая же утопическая картина мира, в которой мантра о любви к себе – новая категоричность. Когда бодипозитив переходит в то, что я могу есть неограниченное количество еды, я могу, например, не ухаживать за собой, то есть не соблюдать правила личной гигиены, я могу не ходить в спортзал, то это уже гипертрофированная такая история. То есть теряется вообще момент ухода за собой. При этом представления об эстетике белья и тела сильно видоизменились, хоть и открыв новые возможности для людей с нетипичными фигурами, но также предоставив шансы брендам расширить свою целевую аудиторию. Идеология моды теперь заключается в утверждении, что красота в разности, непохожести, нетипичности и, главное, правильно и не шаблонно ее подчеркнуть. Модели в теле очень хорошо фотографируют. У нас есть знаменитая модель Эшли. Да, Крым, да. Прекрасно себя человек чувствует в своем весе. Выставляет фотографии в белье, без белья, но фотосессии у нее потрясающие. То есть постпродакшн, он показывает, что это можно эстетически подавать. С приходом бодипозитивного ветра в модную жизнь, похоже, поменялись и наши представления о чувственности, будь то повседневная жизнь или искусство. Например, фотографы нередко стараются заострить внимание на искренности, самоиронии и естественности. Однако фильтров и ретуши никто не отменял. Человек всегда хочет увидеть себя в лучшем свете, и легкая корректировка не означает абсолютной идеализацией образа. Если говорить о том, что все это неправда, ну тогда давайте начинать с того, что мы наращиваем ресницы, ну в смысле многие наращивают ресницы, красят брови, волосы, выдают себя не за тех, кем они являются. Потому что та же одежда, макияж, те же инструменты на фотосессии, свет, тень – это все обман получается, если так разбирать. Вот. Но для меня это инструменты, чтобы сделать человека красивым. Самыми успешными становятся бренды нижнего белья, которые делают своей идеологией инклюзивность. И вместе с тем по-прежнему немало примеров, когда индустрия красоты продолжает манипулировать нами, продвигая идею о том, что обязательно нужно трансформировать себя. Максимальное влияние сейчас на нас оказывают – это потребительская экономика. И они посылают противоречивые культурные сообщения женщине. Надо быть стройной, надо вернуться к бодипосветивым. Нет, все-таки надо быть стройной, нет молодой, нет, естественно, стареете. И вы постоянно участвуете в поддержке перепроизводства. Откровенное, базовое или на особый случай нижнее белье дает безграничные возможности для художественного самовыражения. Однако абстрагироваться от общепринятых представлений об эстетике и начать любить себя полностью – не самая легкая задача и сейчас. Если да, мне что-то не нравится, внимание, вопрос. А я это исправить могу или нет? И если могу, какие последствия у этого будут? Если они здоровые, приятные, классные, например, пойти заниматься спортом и выйти из сидячего образа жизни – это хорошо? Конечно, хорошо. А если это пойти и делать много операций? Мне от этого будет хорошо. У каждого из нас свои эстетические представления, продиктованные опытом, образованием, воспитанием и образом жизни. А значит, воспитать симпатию к чему-то, что радикально отличается от нашего повседневного опыта – задача более чем амбициозная, даже в долгосрочной перспективе. Важнее, чтобы чье-либо миропонимание не определяло и не ограничивало наши стремления выглядеть и чувствовать себя хорошо. Сегодня тело и то, что на нем, как бы оно ни выглядело, ни причина для неуважения и дискриминации. Оно может нравиться в тот или иной день, период жизни или раздражать своими особенностями, изменениями с течением времени, но всегда нуждается в заботе, будь то занятие спортом или правильно подобранное белье. Это очень тонкий, очень сложный вопрос, в какой мере нас принуждает общество или наше близкое окружение. Он чрезвычайно сложен. Но в любом случае, мне кажется, что вопрос, который любой человек должен себе задавать, без разницы, чего это касается, это действительно моя природа, это действительно мое решение. Я действительно в этот момент чувствую себя хорошо. Может оказаться, что я на самом деле-то хочу не вот такой девочкой быть, а я хочу, чтобы в моей жизни были те события, которые есть у этой девочки. А что у нее там есть? Цветочки какие-то, прогулки, в театры она ходит, на концерты она ходит, ездит она, путешествует. Мне кажется, что если я буду внешность такую иметь, то и вот эти события в моей жизни будут. А на самом деле разве так? Нет. Я, будучи в своем теле, могу устроить себе вот эти события. Моя любимая клиентка, ей 85, и это самая огненная, прекрасная женщина в моей жизни. Она регулярно берет наши прекрасные комплекты и очень откровенные комплекты. Главное, не стареть душой, мне кажется, и чувствовать себя вот всегда в жизни. Просто многие люди даже в 20 лет думают, что вот жизнь закончена, все, я уже какой-то грустный, у меня ничего не получилось. Никогда не отчаивайтесь в себе, всегда берите яркость максимум на себя, и чтобы вам было в этом комфортно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok